всем привет вы на канале польза нет 1080 30 fps это вход он будет максимально короткий по той причине что снимаем и как всегда на сам смартфон съемка вот такая как вы увидите максимум еще раз 1080p 30 fps к сожалению с одной стороны хейтить сразу процессоры все остальное не буду у меня к нему чуть-чуть другое отношение я остыл месяц он у меня побыл я его чуть-чуть потестировал и это не самый ужасный аппарат который был моих руках но смотрим сегодня вопреки всему несмотря ни на что у нас на обзоре будет сяоми пока c40 чем он интересен тем что на него то включают платную доставку то отключают платную доставку и мракобесное здесь разумеется самое главное это центральный процессор все остальное здесь супер мега эконом 4 гигабайта оперативы 64 на борту я умудрился купить его период когда была платная доставка потом бесплатная доставка потом опять платная вот между этим иногда бывает бесплатная чем он супер хорош тем что у него ценник до 10000 рублей и это считайте первый ультра бюджетник от сяомишного пока плюс плюс огромный плюс карму разумеется этот цвет желтый дарим родителям бабушкам себе чтобы что сделать правильно не потерять ладно чехол примерно вот крышка задняя такая же как и оля у сяоми 12 с ультра только здесь пластик там конечно кожа сканер отпечатков пальцев по центру очень похоже на нарза 5050 prime 50 ай не на все у меня еще были обзоры но будут вижу здесь вспышку вижу здесь миниджек огромное спасибо им за бюджетник тайп си то есть когда ты видишь бюджетники тайп си это круто напоминаю еще раз меня зовут сани канал польза нет не забудьте подписаться потому что у нас здесь розыгрыши много и на телеграм-канал взаимопомощи подписывайтесь еще скидок и телеграм-канал с примерами фотографий и видео различных девайсов люди просто делятся такой вот оля instagram для новинок и не только максимально у нас мощностью зарядки 10 ватт я не знаю насколько корректно будет считать ее быстрой ну наверно может быть для кого-то она быстро нет чехла минус в карму защитная пленка отсутствует плюс то что не водопад но в бюджетниках он не бывает минус что здесь капли здесь не дырочка под фронтальную камеру огромнейший подбородок сейчас вы его увидите и и капорта нет не вижу не вижу но это не критично проверяем вес 205 граммов прям такая приличная штуковина лопатка вот так вы будете с ней выглядеть на дискотеке либо еще где-то по поводу размером мы сейчас проверим 169 на 76 и в толщину это радость у нас 9,7 миллиметра все что вы должны запомнить об этом аппарате кроется вот здесь это огромнейший подбородок про остальное я вам разумеется расскажу будут примеры фото видео по салазкам стандартный плюс карму они раз прорезиненные два суда можно запихать две сим-карты физические и карту памяти расскажите мне об этом да когда пиксель 6 а тестировала у него только одна физическая симка смотрим розыгрыши море читаем описание какие сейчас актуальны постоянно это разумеется 5 мебендов 6 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарий к любому видео разумеется разыгрывается еще сейчас iphone 14 и one plus nord n20 с и все условия в описании подписывайтесь колоколом вся с кто оставит комментарий огромное вам спасибо вы помогаете проекту перейдем же к смартфону полетели приобрести данный смартфон можно в трех вариантах расцветки а именно черный бирюзовый и желтый дизайн c40 как для бюджетного смартфона неплохой корпус выполнен из пластмассы и тыльная часть стилизована под кожу в руке без чехла лежит удобно и не выскальзывает вдобавок пользоваться одной рукой довольно удобно далее на корпусе расположили стандартно кнопку питания качели регулировки громкости разъем для зарядки usb type-c версии 20 что неудивительно микрофон и один основной динамик и один разговорный звучание здесь моно и это файл качество звучания разумеется не лучше если не сказать худшее также на борту расположили миниджек за что спасибо а вот и к порта не завезли это странно для сяоми защита от пыли и влага класса ip52 что хорошо летим дальше пока c40 оснащен ips dot drop дисплеем на 6,71 дюйма с разрешением 1650 на 720 пикселей hd плюс экран покрыт стеклом corning gorilla glass матрица экрана абсолютно плоская плотность пикселей 268 ппи при прямом попадании света на экран яркости экрану не хватает что стандартно для и ps матриц по другому к сожалению не бывает с айпиасом не хотите шим пожалуйста приобретайте и терпите частота обновления экрана разумеется 60 герц тест на частоту дискретизации экрана вы можете наблюдать на экране результат очевиден ничего сверхъестественного экран не выдал также смартфон поддерживает технологию sunlight дисплей режим чтения автояркость работает хорошо далее мультитач есть и откликается экран на 10 касаний одновременно довольно хорошо вспоминаем айфон который это не может разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев которые расположили на тыльные части смартфона сканировать отпечаток одного и того же пальца несколько раз можно также на официальном сайте указано что смартфон имеет функцию распознавания по лицу но в настройках данного раздела на данный момент во время обзора да и по большому счету смартфон у меня уже наверно три месяца я не обнаружил и это нехорошо подбородок заметные как рамки экран в целом неплохой сказать что он чем-то лучше или хуже чем экран у других бюджетных телефонов я не скажу все довольно вплотную плюс-минус то же самое для повседневного использования достаточно летим дальше процессор установлен джи эльки у арси пятьсот десять техпроцессом 11 на метров и восьми ядрами максимальная частота которого 2 гигагерца графический процессор рэм мали джи 52 интерфейс миюай global 13 на базе android оперативная память на выбор 3 или 4 гигабайта и сразу же я вам говорю если вы вдруг по какой-то неясной мне причине решите приобретать данный смартфон минимум 4 гигабайта оператива то есть 4 потому что меньше нет вообще смысла никакого внутреннее расширение озву на борту до одного гигабайта которая никак не помогает внутренняя память еще один лютый файл я м м си и на выбор 32 или 64 гигабайта это очень плохо потому что это медленная память расширить внутреннюю память ставив micro sd возможность есть и вдобавок смартфон поддерживает micro sd до 1 терабайта имеется поддержка вайфая 5 серии 4g имеет 7 20 band поддержки 5g сети нет они вам и не нужны по большому счету если вы не за рубежом в россии точно не нужны связь смартфон ловит отлично микрофона отрабатывают хорошо а вот датчик приближения не совсем радует запись разговора в стоке но с уведомлением о начале записи это вам не китайская версия глобальная версия прошивки волком вибромоторчик слабенький и настраиваемый bluetooth версии 5.0 последний напоминаю 5 и 3 но 5 0 тоже неплохо для супер бюджетника nfc нет оплачивать не сможете товары только через опять же qr-код большинство так и делает через сбп через qr-код они все уже как-то отваливается особенно учитывая что в айфонах в принципе вообще почти никак не расплатишься да 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 я знаю уловки знаю что в как-то можно установить у меня допустим на всех моих яблоках все еще эти программы остались но они не обновляются ладно на борту gps галилео глонасс бейдоу gps тест вы можете наблюдать на экране это навигация у нас результаты удивили в хорошем смысле емкость аккумулятора 6 тысяч миллиампер часов смартфон поддерживает быструю зарядку на 18 ватт старенькая быстрая но 18 беспроводной зарядки нет заряжается с нуля до сотки от родного адаптера питания по моим тестам 1 час 40 минут писем аркист 40 выдал 10 часов 11 минут автономности это прям круто тест я проводил при 100 процентах яркости за один час просмотра видео на ютюбе по вайфаю при максимальной яркости экрана уходит 12 процентов заряда то есть свободную рассчитываем на 8 часов просмотра фильмов стендов 2 из-за час игры ушло 18 процентов играть можно без проблем на минимальных настройках графики разумеется в целом в легких играх он показал себя неплохо но для тяжелых игр он разумеется не предназначен вообще геншин impact с первых секунд завис что и стоило ожидать из датчиков на борту датчик приближения датчик окружающего освещения акселерометр и сканер отпечатков пальцев перейдем же к тестам троттлинг тест проходит 72 гипса минимально максимально 77 в среднем 76 гипсов на 100 потоков при 30 минутах и вроде для такого процессора это даже не самый плохой результат в гикбенче в сингл кори 168 мульти кори 542 3d mark slingshot 976 slingshot extreme 615 в antutu выдал 133 тысячи попугаев это не анти рекорд я видел и меньше сторож тест показал супер скромные я бы даже сказал прям плохие 4682 балла 40-минутный стресс-тест прошел результаты вы видите на экране не супер но и не худший вариант летим дальше только c40 имеет основной блок с двумя камерами и лет вспышкой основной сенсор на 13 мегапикселей датчик глубины на 2 мегапикселя запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 1080p 30 fps оптической стабилизации на борту нет что очевидно как и цифровой фронтальный сенсор на 5 мегапикселей находится он в каплевидном вырезе верхней части по центру максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps стоковой камере есть небольшое количество различных режимов для фото и видеосъемки короткие примеры вы сейчас увидите их будет немного потому что я не хочу захламлять ролик низким качеством видео как вы понимаете и вот она фронталка из одного одного из самых нелюбимых дешевых смартфонов от пока но в то же время вот сейчас я допустим смотрю я только что тестировал за ты я который до red magic 7s pro и у него фронталка было еще хуже его я больше пяти секунд с него снимать не смог но здесь тоже песок песок шумы но вот так ночью она будет вас не снимать но во всяком случае лицо можно рассмотреть если приглядеться rolling шатта нету 1080p 30 fps ночь и разумеется нулевая стабилизация у смартфона если встать что-то рассмотреть можно еще раз повторяю что я выбрал за 7 600 поэтому снимает хоть что-то и хорошо паковская фронталочка в переходе я вижу что все белым-бело вместо теплого желтого противного света но вполне возможно в ролике вы уже увидите не белый свет вообще удивляет это основная камера и понеслась даже проверим стаб в ночь на в час ночи все еще катаются автобуса круть фронталка день 1080p 30 fps ощущение что смартфон довольно долго прогревался перед тем как снимать есть определенные обрывы но пасмурно рассеянный свет и в целом он справляется еще раз повторяюсь учитывая стоимость неплохо это фронталка и вот так основная камера урыва чечками тоже прогреваться надо если постоять он подумает и становится лучше хотя и ненамного минусы интерфейс долго прогружается и лагает мало оперативной памяти и вариантов с большим количеством нет нет распознавания лица версия внутренней памяти ужасно расстраивает сканер отпечатков пальцев в кнопке блокировки могли бы его сделать что в разы удобно и цену можете посмотреть разумеется по ссылке в описании к видео это единственное наверно что вас порадует потому что процессор плюс внутренняя память это конечно кричит о том что давайте возьмите к другой аппарат с одной стороны с другой стороны если вы купили в начале сейла когда в телегу допустим кидал учитывая вкусность стоимости я вас понимаю и вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки и обязательно скину промить и в телеграм-канал скидок так что подписываемся и перед резюмируя сразу вам говорю я его купил не за 7 я пересмотрел за 9300 рублей 464 брать версию на 3 гигабайт это смерть потому что на 4 гигабайта все равно это дело люто фризит тормозит пользоваться можно но тяжело смотрим и резюмируем мы опять на этот бедный пока c40 разумеется процессор шлак разумеется если вы не успели его купить по акционной цене и не будет этих акций однозначно такой smart покупать нельзя но вдруг у вас есть человек который любит красивые вещи а вы его не любите ну яркий же смартфон купите ему подарить и он будет мучиться вдруг у вас есть ребенок который каждый там две недели теряет смартфон да вы купите ему риме 8 и допустим на каком-нибудь супер сели но он будет дороже на 30 процентов если вы купите ему подобный смарт он не сможет играть и это хорошо он не сможет снимать и это хорошо но он сможет звонить я не топлю за c40 я наверно выбрал бы что-нибудь из разряда на за 50 ай но это на старте продаж и там есть свои минусы все эти супер бюджетные устройства по мне хороши но в период старта в остальные моменты это звонилки это штуки чтобы читать что-то из новостей но точно не снимать точно не играть поэтому нет у меня ответа да или нет этому девайсу если купили на старте да если нет то сейчас покупать его однозначно не стоит ценник задран будет ли он также скинут думаю нет на авито их появится мне кажется сейчас море если уже не появилась подписываемся на канал пишем в комментах чтобы вы еще хотели увидеть на обзор еще раз повторяюсь девайсу и да и нет моему варианту точно да и добра и удачи вам дорогие друзья